Всем привет! Сегодня мы приехали в дилерский центр LADA. Это один из немногих автосалонов, который работал тогда, когда были все автосалоны, и работает сейчас, когда многие автосалоны и многие бренды автомобильные покинули наш рынок. Сегодня мы хотим посмотреть автомобиль, история которого началась не так давно. Это LADA Granta упрощенная. Смысл такой. Автомобиль этот выпустили в упрощенной комплектации по причине того, что многих комплектующих просто нет в России. И мы хотим посмотреть, что же это за автомобиль, каких комплектующих нет, как он на самом деле выглядит. В моем представлении это автомобиль с черными бамперами, с весловыми вот этими стеклоподъемниками, без подушек, без всего. В общем, как были те первые Granta, которые были белого цвета с черными бамперами. Давайте посмотрим, так ли это на самом деле. Погнали! Чтобы вы понимали просто наш уровень везения, пока мы ехали снимать LADA Granta в базовой комплектации, которая стояла вот здесь, ребята ее продали. В шоуруме полно машин, но только не та, которая нам нужна. Поэтому сейчас мы поедем на стоянку, будем на холоде смотреть ее, показывать вам. И заодно посмотрим, сколько машин вообще есть в наличии. Первое, на что хочется обратить внимание, просто смотрите, сколько в наличии машин. Разные машины, разные модели, разные комплектации, разные цвета. Просто очень много машин. Но сегодня мы хотим сделать обзор именно вот этого автомобиля. Встречайте, LADA Granta Classic. Вопреки нашим ожиданиям, автомобиль идет с бамперами в цвет кузова. У него есть дневные ходовые огни. Это, в принципе, та же оптика. Есть хром-пакет. Также бросается в глаза то, что есть зеркала в цвет кузова. Они же с повторителями. То есть повторитель не здесь, как я планировал, думал точнее, а уже на зеркалах. Идут ручки в цвет. Хотя, напоминаю, что это самая доступная версия, самая базовая версия, которая существует сейчас. И это самый дешевый автомобиль среди всех автомобилей, которые существуют сейчас в России. Сейчас все Гранты идут с двигателем 1.6, 8-ми клапаном. 16-ти клапанных нету из-за комплектующих. Но есть большое преимущество, что этот двигатель не гнет клапана. Предыдущие двигатели 8-ми клапаны на Гранте клапана гнули. Здесь доработали. Сзади есть уже кнопка открытия багажника. Не во всех автомобилях высшим классом в базе есть вообще кнопка вот эта вот. Также нету обшивки, но такое было и раньше. Здесь запасное колесо. Оно есть полноразмерное. Внутри далеко не базовая комплектация. Во-первых, здесь мой любимый руль. У меня был такой на Калине Универсале. Он прикольной формы от Приора 2. Я, если честно, думал, что здесь будет руль от Приора 1. Этот руль уже оснащен подушкой безопасности. То есть для базовой комплектации подушка безопасности водителя уже есть. Здесь есть два стеклоподъемника. На удивление, здесь есть электропривод, зеркал. В салоне особо ничего не поменялось. Та же панель, даже есть вот эти вот хромированные элементы. Также вот эта ниша. Та же приборная панель, есть бортовой компьютер. Есть аудиоподготовка. Магнитофона, разумеется, нету. Кондиционера тоже нету. Нету обогрева в сидении. Есть розеточка только. Тут вот эти ниши, все это не поменялось. Даже вот эта вот ручка КПП, она осталась, как и раньше, та же. Такая широкая. Посмотрел наверх, думал, что здесь есть глонасс. Нажал, он не работает. Глонасс тут нету. И самое основное отличие, это то, что он машина без АБС. То есть она тормозит прям как вкопанная. Ну, нет никакого вот этого вот треска АБСа. Потому что его здесь тоже нет. Мы до этого снимали несколько иностранных автомобилей. В максимальных комплектациях. И у них здесь ручки не было. Но были какие-то выемки под ручку. Здесь у нас Лада Гранта. Ручки нету. Ну и никакого намека на то, что она здесь должна стоять, тоже нет. Даже следят за стилем. Смотрите, есть светодиодные лампочки. Это современно. И даже есть зеркало. Не помню, на каких автомобилях. Может быть, даже на Ладе Гранте. Сзади раньше не шли подголовники. В этой комплектации они есть. Вот такой вот, ребят, короткий обзор у нас получился. Вывод такой, что машина далеко не базовая. Вопреки всем ожиданиям, в комплектацию уже много что входит. Я ожидал, что будет руль от Первой Приоры. Даже его здесь нет. То есть машина выглядит современно. По комплектации такие машины очень часто покупали раньше в такси. Я думаю, для этих целей она и будет продаваться такая комплектация. Если желает кто-то автомобиль с кондиционером, они также есть в наличии. Ссылку на дилер я оставлю в описании. С вами была Автохимия ПРО. Всем пока. А мы погнали греться. Субтитры сделал DimaTorzok